Друзья, всем привет! Ну вот и мы дождались, когда компания Realme выпустит на европейский рынок самый дешевый флагманский смартфон на 888 Snapdragon под названием Realme GT 5G. На китайском рынке эта модель уже месяца как три отлично продается. Бестселлером она там, конечно, не стала из-за относительно высокой цены, но вот на глобальную арену топчик Realme выходит даже дешевле, чем на родном рынке. Не буду вас томить до конца ролика ожидаемой ценой, а назову ее прямо сейчас. Производитель на презентации анонсировал следующие рекомендуемые цены в 449 и 599 евро. Но мы-то знаем, что во время премьеры начала продаж китайские новинки можно выгодно купить на площадке Алиэкспресс, и там нам обещают сниженный ценник – 369 евро. Дешево, наверное, особенно относительно конкурентов. Но так как старт продаж 21 июня подпадает под очередную распродажу на Алиэкспресс, то официальный поставщик из Китая нам предлагает немного заниженную стоимость – 429 долларов. А с учетом применения промокода цену можно сбить еще на 4800 рублей. То есть итоговая цена получается довольно вкусной – в районе 27 тысяч. Точная стоимость будет зависеть от курса доллара 21 числа. Ссылку на смартфоны и условия скидки я оставлю в описании, а все актуальные скидки на смартфоны и другую технику вы можете узнать из моего телерам-канала. Всем советую подписаться на него, чтобы первыми узнавать свежие предложения и скидки. Перейдем, собственно, к новому смартфону Realme. Но так как это бюджетный флагман, то есть моменты, где, мягко говоря, сэкономили. Лучше досмотрите видео до конца, чтобы в будущем не возникали лишние вопросы как ко мне, так и к производителям. А поставленные лайки и подписки с колоколом только приветствуются авторам. Всем приятного просмотра. Новинка оборудована самым топовым железом. Кроме 5-нанометровой мобильной платформы, тут установлены микросхемы памяти по типу LPDDR5 и UFS 3.1, а также обновлена система охлаждения. Уже все знакомы с тем, что 888 дракон, хоть и самый мощный, но при этом нагрев и сильный троттлинг, играют не на руку этой платформе. Игры на максимальной графике ограничиваются по FPS. Например, вместо 60 кадров в секунду доступны всего 40. Но в этом, думаю, есть толк. Спросите, а зачем тогда вообще брать флагманы на базе Snapdragon 888, если он имеется по KF3 на 870 платформе? Во-первых, при равной нагрузке игры на топовом чипсете будут идти лучше и с меньшим потреблением батареи. Во-вторых, это улучшенный графический ускоритель и процессор обработки изображений. Пригодится при фото. А в-третьих, это наличие всех современных беспроводных коммуникаций. 5G, NFC, Bluetooth 5.2, GPS и Wi-Fi 6. Работает устройство на актуальной 11-й версии Android с оболочкой Realme UI 2.0. Но в скором времени разработчики обещают обновление до свежей Android 12 Beta 1. Экран, как и начинка, достаточно качественный. Это 6-43-дюймовая Super AMOLED панель с частотой кадров 120 Гц, разрешением Full HD+, дискотизацией сенсора 360 Гц, цветовым охватом DCI-P3 и 4096 уровнями яркости по двум датчикам освещенности спереди и сзади. В нижнюю часть дисплея интегрирован дактилоскопический сканер отпечатков пальцев и, честно говоря, он расположен немного низковато. Звуковая система представлена стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos. Звук качественный с достаточным количеством громкости. Присутствует и 3,5-мм аудиоразъём, который считается особой редкостью в современных флагманах. А вот настройка камеры точно не премиальный уровень. Она больше свойственна среднебюджетникам. Основной блок представлен 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682, 8-мегапиксельным ультрашириком и 2-мегапиксельной макрокамерой. Фронтальная камера имеет 16-мегапиксельный датчик. Оптической стабилизации в камере нет, только электронная, с записью видео 4К при 30 и 60 кадрах в секунду. К основной и селфи-камере особо не придерёшься, но вот дополнительные сенсоры только для галочки. Новинка Realme оснащена аккумулятором объёмом 4500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 65 Вт. Целтовых вариантов доступно три, синий и серебристый, оба глянцевые, с рассеиванием света на множество граней. Выглядит интересно, а производитель обещает, что на поверхности не остаются отпечатки пальцев. Но это не совсем так, следы от рук видны достаточно отчётливо. Но есть и самая привлекательная жёлто-чёрная расцветка. Спинка у неё выполнена из эко-кожи, а вертикальная стеклянная панель имеет небольшую текстуру, с намёком на скоростные качества аппарата. На мой взгляд, лучше брать именно эту расцветку. Единственное, что нужно отметить, так это небольшую надпись Realme, которая в буквальном смысле приклеена. Как она себя проявит в эксплуатации, я не могу сказать. Думаю, вы понимаете, что со временем она может просто отклеиться. Чтобы свести эту вероятность к минимуму, в комплекте поставки присутствует прозрачный силиконовый чехол. Ну а также внутри находится адаптер питания на 65 Вт с совместимым USB кабелем. Какие ещё нюансы нужно знать перед покупкой, так это то, что корпусная рама выполнена из пластика, слот под карточкой только под две сим-карты, резиновой прикладки он не получил, как и смартфон, какую-либо влагозащиту. Вот таким, не совсем стандартным, получился новый флагман Realme. Компании пришлось врезать характеристики, чтобы итоговый ценник максимально понравился потенциальному покупателю. Ну а в июле состоится релиз новой модели с акцентом на камеру. Скорее всего, это будет преемник Realme X3 SuperZoom. Хотя представители компании указывают, что новинка выйдет под флагманской линейкой житии. Ну что ж, поживём, увидим. А на этом у меня всё. Я же остаюсь с вами на связи в комментариях под этим видео. Делитесь там вашими впечатлениями о новом бюджетном флагмане Realme. Ну а также не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До следующих видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok